Привет! В этом видео мы разберемся с вопросом, является ли 1 мая советским праздником и при чем здесь США, а также выясним, какое название имеет праздник 1 мая в современной Украине и почему его изменили. Является ли 1 мая советским праздником? Долгое время я, как наверное многие из вас, считал, что да, 1 мая это советский праздник и в моем сознании первомайские демонстрации четко ассоциировались с Советским Союзом, но все оказалось намного сложнее. Например, в моем родном городе Харькове первая майская демонстрация, первая первомайская демонстрация впервые была зафиксирована в 1900 году, а началось все за 14 лет до этого по другую сторону океана. Представьте, 1886 год, Чикаго, конец 19 века. Продолжительность рабочего дня, в зависимости от завода, составляет от 12 до 16 часов. Понятия отпуск отсутствуют, понятия больничный тоже отсутствуют, по сути никаких социальных гарантий. И вот 1 мая 1886 года рабочие выходят на забастовку. Забастовка была очень крупная, по некоторым оценкам в США в тот день вышло порядка 350 тысяч работников. И самая большая забастовка происходила в Чикаго, где вышло порядка 40 тысяч работников. Основным требованием этих работников было установление 8-часового рабочего дня. Ну, как вы понимаете, многого они хотели. Они хотели уменьшить продолжительность рабочего дня в два раза. Естественно, работодателям на тот момент это не понравилось. И на одном из заводов уволили вследствие этой забастовки полторы тысячи людей. И вот это и послужило таким себе спусковым крючком для всех последующих событий. Почему? Потому что дальше вместо этих людей работодатель пригласил штрейкбрехеров. Это те люди, которые становились на сторону работодателя всегда. И они приходили работать на завод вместо уволенных работников. То есть такая была замена для того, чтобы предприятие продолжало работать. Но уволенные работники и те, кто их поддерживал, перекрыли на этом заводе проходную, устроили митинг и пытались не допустить штрейкбрехеров на завод. Ну, чтобы отстоять свои требования. Была привлечена полиция. Демонстрацию разогнали. Во время разгона этой демонстрации погибло 4 работников. А десятки работников были ранены. На следующий день, 4 мая 1886 года, в Чикаго на площади Хэй Маркет произошла мирная демонстрация, которая в историю вошла как бунт на Хэй Маркет. Чем же ознаменовался этот митинг, который изначально был мирным? Дело в том, что под конец дня, когда все было спокойно, все хорошо, но работники все еще не хотели расходиться, полиция решила разогнать этот митинг. Из толпы в полицию полетела бомба. В результате взрыва бомбы погибли полицейские. И вот здесь понеслось. Полиция применила к работникам оружие. Работники применили к полиции, ну, вы самыми знаете, что. Булыжник – орудие пролетариата. В результате куча погибших с одной и с другой стороны, куча раненых. В итоге человека, который бросил бомбу, так и не нашли. Но, безусловно, нашли крайних. Ими стали 8 анархистов, по мнению суда, которые и вдохновили бомбера на взрыв. Ну, вы понимаете, да? То есть мы не определили человека, который бросил бомбу. Мы не определили организаторов этого мероприятия, так сказать. Но мы определили, нашли людей, которые вдохновили своими речами на такой поступок. Ну, понимаем, да? Нашли крайних. В результате из 8 анархистов 4 были казнены через повешение. Пятый повесился сам еще до казни, а оставшихся трех через 6 лет оправдали. Как и всех остальных. Но остальных посмертно уже оправдали. Да, решением суда они все были признаны невиновными. И те, кто остался жить, были отпущены, освобождены от наказания. Спустя три года после бунта на Хаймаркет, в 1889 году, уже по эту сторону океана, в Париже, на Конгрессе 2-го интернационала, была принята резолюция, которой установили, что трудящимся для того, чтобы объединиться в борьбе за свои права, нужно во всех странах мира в один день ежегодно проводить мирные демонстрации, на которых и заявлять о своих требованиях. А основным требованием на тот момент было установление 8-часового рабочего дня. И вот первый раз решили провести такую всемировую демонстрацию 1 мая 1890 года. Вот так, друзья, и появился праздник 1 мая, День солидарности трудящихся. Итак, зафиксируем. 1 мая 1890 года, за три десятка лет до создания Советского Союза. Думаю, теперь всем понятно, почему этот праздник не может называться советским. А теперь перейдем ко второму вопросу. Как праздник 1 мая официально называется в Украине? Вот несколько вариантов. День труда, День трудящихся и День солидарности трудящихся. Правильный ответ – День труда. Ну вот что интересно. До 1917 года, и я имею в виду не 1917, а до 2017 года, этот праздник назывался День солидарности трудящихся. Скажите, как вы думаете, а не является ли изменение названия праздника неким изменением смысла, сути самого праздника, самого того, что олицетворяет этот день? Вы понимаете, насколько изменен смысл? То есть изначально название праздника День солидарности трудящихся, то есть про солидарность трудящихся, про их объединение в борьбе за права свои, за трудовые права. А теперь мы меняем название на День труда. То есть это не про работников, и тем более не про их солидарность, а про труд. То есть труд. И труд – это праздник или что? Праздник труда. Друзья, а кто из нас хочет работать? И тем более уж мы в праздник труда никогда вообще не работаем. Мы не хотим работать, но мы делаем именно праздник труда. Почему мы это делаем? Да по сути, чтобы скрыть истинное значение этого праздника. Чтобы мы забыли о том, что олицетворяет этот праздник. И чтобы ни в коем случае в стране не было вот той самой солидарности трудящихся, потому что она есть угрозой для работодателей. Мне кажется, что в 17-м году не просто изменили название праздника, изменили смысл. И вот эти изменения, они отображают те тенденции, которые происходят в общественно-политической жизни нашего общества. А я думаю, что все вы знаете, вы смотрите новости и видели, как представители либералов, Причем либералов, которые не являются даже украинскими либералами, Сегодня выступают за то, чтобы изменить трудовое законодательство. Чтобы либерализировать его, упростить. Ну а на самом деле все это сводится к тому, чтобы отменить те социальные гарантии, За получение которых, за внедрение в законодательство которых. 150 лет назад люди гибли, отдавали свои жизни. А сейчас приходят люди, которые не являются даже гражданами Украины, Либо получили гражданство совсем недавно. И рассказывают о том, что здесь трудовое законодательство со всеми его гарантиями социальными нужно отменить. Вы мне можете возразить, что мол, а что смысл в этом трудовом законодательстве, Если оно не работает, и мы же знаем, как нарушаются права работника повсеместно. Да, действительно это есть. Но нужно здесь учитывать один момент. Вы можете обратиться с иском в суд и выиграть это дело. Если вы посмотрите судебную практику, то вы увидите, что судебная практика, как правило, становится на сторону работника. Вы можете защитить свои права. И для этого у вас есть нормативная база, у вас есть основа, у вас есть кодекс закона в труде. А то, что предлагают сейчас сделать, это выбить вот эту основу. То есть вам не с чем будет идти в суд. Если сейчас вам есть с чем идти и что защищать, то дальше вам нечего будет защищать. Почему? Потому что хотят сделать следующее, чтобы основным регулятором отношений между вами и работодателем был трудовой договор. То есть те условия, которые записали в трудовой договор, а не законодательство, как сейчас. И будьте уверены, что работодатель заставит вас согласиться на те ужасные условия, которые будут выгодны ему. И защитить себя в суде вы уже не сможете. Почему? Ну потому что суд вам скажет, подожди, ну это твоя подпись, твоя. Ты же согласился на эти условия? Согласился? Давай иди работай. И вот для того, чтобы не допустить сужения трудовых прав работников, работники должны помнить суть этого праздника, его историю, развивать профсоюзное движение и не допустить таких изменений в трудовом законодательстве. На этом все. Всем удачи. Пока. Пока.